Продолжение следует... ПМЛ-1100, контактор малогабаритный КМИ и другие. В данной статье я хочу рассказать вам про контакторы модульного исполнения, или другими словами, модульные контакторы, сокращенно КМ, которые также нашли широкое распространение, особенно в жилом секторе. Напомню, что по определению, контакторы – это механический коммутационный аппарат с единственным положением покоя, оперируемый не вручную, способный включать, производить и отключать токи в нормальных условиях цепи, в том числе при рабочих перегрузках. Модульные контакторы стали очень востребованными устройствами при сборке квартирных щитов и различных систем автоматизации, управления освещением, нагревательными установками, тенами, вентиляцией, насосами и тому подобное. В первую очередь это объясняется их конструкцией. Контакторы модульного исполнения идеально вписываются с остальными модульными устройствами, установленными на один рейке, при этом не нарушая эргономики и пространство в щите. Модульные контакторы более бесшумные и обладают меньшими вибрациями при работе по сравнению с обычными контакторами и пускателями. Что только положительно сказывается на их применении в местах с постоянным пребыванием людей, квартиры, различные офисы, больницы, детские сады, школы и тому подобное. Под руку мне попался двухполюсный модульный контактор KM40-11 от EKF, на примере которого мы и рассмотрим его конструкцию, устройство и схему подключения. Контактор модульный KM40-11 расшифровывается следующим образом. KM это контактор модульный, 40 это номинальный ток, 11 это количество и тип контактов. КМ40-11 является двухполюсным и имеет два силовых контакта. Один нормально открытый контакт, обозначается 1,2, другой нормально закрытый контакт, обозначается R3, R4. Схема подключения модульного контактора изображена на лицевой стороне. Выводы A1, A2, плюс A1, минус A2 это выводы катушки. Помимо схемы подключения, на лицевой стороне контактора указаны основные его характеристики. Итак, что же означает категория применения АС-1 и что такое категория применения АС-3. Например, если с помощью данного контактора управлять не индуктивной или слабо индуктивной нагрузкой, однофазной нагрузкой, это категория применения АС-1 или АС-7А. К ней может относиться, к этой категории могут относиться лампы накаливания, люминесцентные или светодиодные лампы. Так вот, если с помощью данного контактора управлять лампами накаливания, люминесцентными или светодиодными лампами, то их максимальная мощность при напряжении 230 В не должна превышать 8,4 кВт, то есть 40 А. Если же в качестве нагрузки будет однофазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором или бытовой вентилятор, который относится к категории применения АС-3 или АС-7Б, то их максимальная мощность не должна превышать 3,7 кВт, то есть не более 22 А на полюс. В руководстве было сказано, что напряжение катушки контактора составляет 220-240 В переменного тока. Я уже встречался с некоторыми типами модульных контакторов, у которых катушка могла работать как от переменного, так и от постоянного напряжения. То есть питание катушки у них осуществлялось через выпрямительный мост. Но меня смутило следующее. То, что на схеме у контактора КМ-40, у рассматриваемого контактора КМ-40, от ИКФ, была указана полярность выводов катушки, то есть плюс А1 и минус А1. Я решил проверить это, разобрав контактор. Забегу немного вперед и скажу, что визуально в конструкции контактора я не увидел выпрямительного моста. Но при подключении катушки постоянного напряжения контактор успешно срабатывал, причем даже гораздо лучше, чем от переменного, с меньшим шумом и вибрацией. Конструкция и устройство модульного контактора КМ-4011 от ИКФ. Модульный контактор устанавливается на стандартную Динрейку с размером 3,5 см. Его установка и снятие осуществляется с помощью фиксирующей защелки. Вот внизу фиксирующая защелка. Отодвигаем ее, вставляем контактор и обратно защелкиваем. Обратите внимание, что на лицевой стороне контактора имеется индикатор его состояния в виде стеклянного окошечка с красным флажком. Если в окошечке появится красный флажок, то это символизирует о том, что контактор включен. Для нанесения диспетчерского наименования или маркировки контактора на нем предусмотрена специальная площадка с прозрачной крышкой. вверх так отодвигается. То есть сюда можно нанести маркировку. так. Чтобы наглядно увидеть конструкцию модульного контактора, нужно его разобрать, что я сейчас и сделаю. С помощью отверточки я вскрою вот эти три защелки и сниму верхнюю часть корпуса. открылся у нас доступ к выводам для подключения проводов магнитной системе, магнитопровод и катушка. В верхней части находится неподвижный магнитопровод сердечник установленный на силиконовых амортизаторах. Так, вот они силиконовые амортизаторы, которые уменьшают уровень шума при срабатывании контактора. Неподвижная часть магнитопровода легко снимается вверх. Просто ее снимаем. Неподвижный магнитопровод набран из листов электротехнической стали, изолированных друг от друга для уменьшения вихревых токов в железе. Это отчетливо видно поближе сделаю. Также на нем размещены два короткозамкнутых витка. которые уменьшают вибрации при срабатывании контактора. Соединение неподвижной и подвижной частей магнитопровода имеет гладкую отшлифованную поверхность. Если по каким-то причинам в этом месте образуется грязь или ржавчина, то контактор при включенном положении будет сильно гудеть. Планирую в ближайшее время написать подробную статью и снять видео о частых неисправностях в контакторах встречающихся на моей практике. Так, мы продолжаем разбирать контактор. Снимем зажимы выводов катушки и силовых контактов. У катушки они просто снимаются вверх, вот вытаскиваются, а силовые контакты сначала нужно открутить слегка и с другой стороны. после этого нужно вытащить из направляющих направляющие силовые неподвижные контакты. Вот это неподвижные контакты. то есть вот контакты мы вытащили кстати вот там как раз и виднеются подвижные контакты. Смотрите теперь можно снять подвижную часть магнитопровода в сборе с катушкой подвижной контактной системой и системой рычагов для индикации состояния. Кстати вот этот самый есть рычаг красный флажок который выскакивает в том окошечке про который я говорил все то есть вот легко снимается это в сторону вот такой у нас вид здесь установлена возвратная пружина в центре катушки которая возвращает подвижные контакты в исходное положение при отключении катушки от напряжения данного контактора КМ4011 применяются мостиковые контакты которые обеспечивают разрыв с двух сторон контакты выполнены из серебро содержащего материала что увеличивает их электрическую износоустойчивость и срок эксплуатации это диэлектрическая траверса на которой установлены контакты подвижные зная устройство модульного контактора рассмотрим принцип его работы не вникая глубоко в теорию электромагнетизма при подаче напряжения 220 вольт а как мы уже выяснили данная катушка работает как от постоянного так и переменного напряжения хотя я до сих пор не вижу выпрямительный мост вот вывода катушки который уходит на клеммник на зажимы вот уходит уже провода непосредственно на катушку и идет намотка никакого выпрямительного моста я не вижу но при этом катушка все равно срабатывает при подаче постоянного напряжения при подаче переменного напряжения 220 вольт на катушку контактора по ней начинает протекать электрический ток который создает магнитный поток в магнитном проводе то есть в магнитной системе силовые магнитные линии замыкаются через подвижный так вот так правильно будет то есть магнитные силовые линии замыкаются через подвижный магнитопровод неподвижный магнитопровод и воздушный зазор между ними в этот момент подвижный сердечник намагничивается и притягивается к подвижному сердечнику тем самым замыкаем или размыкая свои контакты. То есть, это у нас неподвижная часть. Вот у нас. То есть, подали напряжение на катушку, подвижный сердечек намагнитился и притянулся к неподвижному. При снятии напряжения с катушки, возвратная противодействующая пружина возвращает подвижную часть магнитопровода в исходное положение, тем самым возвращая контакты в исходное состояние. Вот он, сам принцип. Вот принцип работы флажка, рычажной системы флажка. Вот подтянулся контактор, флажок появился в окошечке. Разомкнулся, флажок ушел вниз. В общем, подаем питающее напряжение на катушку. Вывод А1, А2. Вот он. Так, сейчас в данном случае напряжение 220 вольт. И контактор уже включен. Хочу в конце видео сделать дополнение. Даже не дополнение, а скорее всего просьбу. У контактора КМ-4011 от ЭКФ имеется небольшой недостаток. У него нет возможности добавить дополнительные контакты, в отличие от того же модульного контактора ЭББ. Вот он у меня есть. То есть, вот ЭББ2440, ЭББ2440, ну, для примера. Здесь выламывается такое окошечко. Вот. К нему подключается дополнительная приставка с двумя контактами. ЕН0411 в данном случае. Вот у нее имеется такой рычажок. Вставляется все сюда. Дальше приставка крепится скобочками. Вверху вот скобочки пока заклеены. И вот здесь вот. И эксплуатируется. К чему я говорю. У контактора КМ-4011 от ЭКФ такой возможности нет. А ведь иногда это бывает так необходимо, нужно. Поэтому в данном видео прошу производителей рассмотреть данный факт и принять меры по реализации этой идеи. Будет просто очень замечательно. Ну, все. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика.